В селе Новоалексеевка Приморского района после вступления в силу закона о декоммунизации, попавший под запрет памятник Ленину, решили не сносить, а с помощью местных скульпторов преобразить революционера в демократа и автора первой конституции Украины Пилипа Орлика. Громада решила, что мы ничего не руйнуем, а реконструируем, оттворюем и строим. И затратить те, какие деньги на кран, на место, где его куда перевозить, и вряд ли мы его полностью перевезли, потому что он бы развалился. Мы решили лучше вытратить на реконструкцию. В результате от вождя пролетариата на постаменте осталась разве что характерная поза. Все остальное – одежда, обувь, черты лица – были полностью изменены. Измененный был комер на нём, люлька, пистоль, вот этот же жупан, или как его правильно назвать, ну, штаны, сапоги. Тобто мы его переодели полностью, с головы до ног. Аналогичным образом с Ильичом решили поступить и в соседнем селе Лазавадка. Там вместо памятника Ленину появился монумент основателю села Дианкову, которого местные называют просто Дед Диан. Раньше, когда был попечительный комитет, который возглавлял Иван Никитович Инзов, были выбраны депутаты из каждой громады, как можно так сказать. И вот Диан был переселенец тут в селе. Это было в 1862 году. Над перевоплощением Ильичей трудился приморский художник Александр Щербаков. Говорит, работа над скульптурой Пилипа Орлика была несложной. А вот над преображением Ленина в деда Диана пришлось изрядно потрудиться. Там лицо полностью изменено. Там убраны челюсти, щеки подровнены, лоб исправлен, глаза исправлены, борода добавлены, бакенбарды, прическа исправлена. Вместо фуражки он держит шапку болгарскую лохматую. Рука была просто, как обычно дедушку Ленину делали. Ему дали свиток, который Екатерина вручила о праве собственности на землю. Реконструкция двух памятников обошлась Новоалексеевскому сельскому совету в 7 тысяч гривен. Сносить и хранить бетонных Ильичей, говорит председатель сельсовета, было бы значительно дороже. Нам потребовалось помещение, нам потребовалось кран, кран где-то 2 тысячи, 1,5 тысячи гривен. Все это затратно, но и уже в селе больше ничего руйнувать. Мы уже все, что могли, за 20 лет руйнували. Поэтому, если мы не поменяем сам взгляд на это, сам принцип, то мы и дальше будем руйнувать. Памятник Пилипу Орлику уже официально открыли. В августе обещают завершить работу и над бетонным дедом Дианом в Лозоватке. Олеся Брычок, Артем Довжик, Приморский район, ТВ5.